Здравствуйте! В эфире программа «Слово Церкви». С вами я, руководитель миссионерского отдела Курской епархии, протеерей Тигриха Чатарян. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Правильно ли считать Радоницу праздник? Ведь это день поминовения покойных. Помнят ли они о нас усопшие, молятся ли они о нас? Клавдия Степанова. У древних восточных славян, еще до прихода христианства в эти земли, до того, как Кирилл и Мефодия просветили светом Христовой веры всех славян, был обычай, который назывался Радуница, день поминовения усопших. Этот языческий славянский обряд церковь успешно воцерковила. Поскольку и сама церковь имела с древнейших времен в качестве обязательного восстановления поминовения усопших, этот славянский обычай, как я уже сказал, был успешно воцерковлен. Действительно, на Пасху мы не поминаем усопших. И первым днем поминовения усопших у нас является вторник, второй седмицы пасхального периода. Именно поэтому в этот день, или после вечернего богослужения, или после литургии, церковь совершает панихиду с привлечением, с включением туда пасхальных песнопений. И православные христиане, ну те, которые, конечно, имеют возможность в этот рабочий день посетить кладбище, они непременно это делают, приносят своим родственникам благую пасхальную весть, совершают какие-то песнопения, совершают какие-то добрые дела. Конечно же, здесь к этому, к добрым делам не относится ни в коем случае выставление фотографии черного хлеба и стакана водки, как это делают некоторые, глумясь над памятью предков, и совершают какие-то, так сказать, совершенно не христианские обычаи, которые, ну, скажем так, являются пережитками советского периода. Когда церковь была в гонениях, находилась, и, как обычно, в период гонения люди придумали всякие суеверия, вот незнания. Так вот, Радонница – это действительно такой особый день, но не праздник, а день поминовения усопших, когда мы, как христиане, собираемся для того, чтобы почтить память своих предков и помолиться об их упокоении. Что касается того, насколько они за нас молятся, то, как еще было сказано в книге правильного Иова, кто же исповедуется тебе, Господи, в аду? Никто. И те, конечно же, из наших близких, кто, может быть, не сподобился лицезреть свет Божий в райских обителях, но по своим грехам и нераскаянному сердцу, был отправлен Богом после частного суда и до второго пришествия Иисуса Христа, а не стали не столь радостной, конечно же, о нас не молится, не может о нас молиться. Те же из наших родственников и сродников, близких, кто удостоился после совершения над душой частного суда пребывать в обителях райских, они имеют особое дерзновение в какой-то степени частично проникать в судьбы своих родственников на земле и совершать о них молитву. Поэтому для нас самое главное – не столько знать о том, что они о нас делают, а нам самим за них молиться, просить, чтобы Господь просил и принял их души в селениях праведных, где нет болезней, печали и воздыхания. Здравствуйте. Подскажите, что значат восковые свечки, которые мы приобретаем в храме? И многие, заходя в церковь, сразу идут к свечному ящику. С этого ли начинается наше практическое христианство и приобщение к обряду Светланы? Видите, Светлана, свеча, которую мы приобретаем в храме, как бы совершая пожертвования, с одной стороны является символом самого Христа, света Божия, который прогоняет тьму, света, который пришел в этот мир, чтобы всякий человек мог уверовать в Иисуса Христа, в него. Свеча – это символ нашего горящего сердца перед Богом, Божией Матерью и всеми святыми и угодниками Божьими. С другой стороны, свеча – это удивительный символ нашей жертвы, жертвы христианина, которую он совершает, заходя в храм. То есть такая очень глубокая, многослойная символичность присутствует в свече. Возжигание свечи является древнейшим обрядом. Если мы с вами откроем книгу «Второзаконие», то увидим, как Господь повелел Моисею установить светильник в скине Завета, а светильник, который имел семь подсвечников. И эти семь лампад или свечниц должны были гореть непрестанно перед Богом. В Новом Завете, уже в глубокой древности, мы имеем различные упоминания о том, каким образом, в каких условиях возжигались свечи. Дело в том, что в древности, во время гонения на церковь, выжигание свечей имело еще и совершенно практическую надобность. То есть свечи возжигались в катакомбах, в местах потаенных, где просто нельзя было собираться днем, и где необходим был хоть какой-то свет. Таким образом, горящие свечи, они создавали хотя бы необходимое освещение для совершения богослужений. Но уже древний учитель церкви Тертулян прямо говорит о том, что свечи на христианском богослужении выжигаются не только для прогнания мрака, он говорит, мы и в дневное время совершаем литургию, но и для уяснения вот этой символичности, для раскрытия символического характера свечи. Потому что свеча, которую еще с глубокой древности выжигали перед выносами Евангелия, во время чтения Евангелия, символизирует свет Божий, который приходит в мир. Очень часто она символизирует Иоанна Предтеча, который пришел перед Иисусом Христом и подготовил людей к встрече с ним. То есть свеча – это очень важный момент, так сказать, вот церковного обряда, и вы к какой-то степени, может быть, правы в том, что приобщение начинается именно как обрядовая сторона с выжигания свечи. Самое главное, что выжигать свечи нужно с богоговения, неформально, не просто купив там что штуки, побыстрее пытаясь их расставить по всем подсвечникам. Свечи нужно выжигать перед началом богослужения, чтобы во время богослужения не мешать молящимся сосредотачиваться на молитве. И самое главное – делать это с пониманием, с расстановкой, с внутренним тактом и совершенно с определенным содержанием. Потому что если мы ставим свечу, допустим, там, где парастаз, на поминальный стол, то эта свеча должна приноситься как жертва о покоении душ усопших наших стронников, а не о живых, конечно же. Потому что есть, к сожалению, такие люди, которые, руководствуясь, ну, иногда просто и магическими, и такими вот не очень христианскими представлениями, ставят свечку о живых людях на поминальном столе, пытаясь таким образом нанести им какой-то вред. Но это уже сродни колдовству является, по сути, разновидностью магии. Такие вещи делать в церкви категорически запрещено. И совершающий такие вещи человек может быть отлучен от церкви на продолжительное время. Я специально об этом сказал не для рекламы, не для того, чтобы кого-то научить, а для предостережения и указания тем, которые, к сожалению, грешат такими вещами. Если мы ставим свечку на поминальный стол, значит, она ставится о покоении души человека. И мы должны сопровождать поставление свечи какой-то молитвы. Если свеча ставится у иконы Божией Матери, спасительная центральная монология, конечно же, это делается чаще всего в молитвенном порыве о здравии тех или иных наших сродников, о решениях каких-то проблем, о даровании им здравия, благополучия, может быть, даже просто разума. Поэтому, когда мы ставим свечу, в первую очередь, это нужно сделать с глубоким благоговением и пониманием того, что это определенная жертва Богу. Отец и Гриб, бывает так, что крещенный, но далекий от церкви человек на пороге смерти хочет покаяться в грехах. Если вдруг нет священника или он может приехать на следующий день, а человек вот-вот умрет, что делать родным, Александр? Конечно же, в идеале нужно сделать все возможное, чтобы человек мог бы поисповедоваться в присутствии священника и получить от Бога разрешение через молитву священника. Сегодня идут дискуссии церкви о том, насколько допустимы формы исповеди по телефону. И, в общем-то, большинство склоняется к тому, что в исключительных ситуациях это допустимо, потому что Бог не ограничен местом или временем. И священник, выслушавший грех, может действительно прочитать молитву разрешительную и не обязательно накрывать и Петрохилю, как это мы делаем в церкви, и крестообразно осенять человека. Это можно сделать даже на большом расстоянии. Еще раз говорю, это допустимые ситуации в исключительных таких случаях. Но нужно помнить о том, что милосердие Божие, Его безграничная милость, этот океан, он не имеет никаких временных границ и пространственных. Если сам по себе человек принесет глубочайшее раскаяние и покаяние, и мы будем тому свидетелями, то по смерти можем молиться, чтобы Господь принял душу в селениях праведных, нет болезней, печали и воздыхания. Потому что Бог принимает любое покаяние. И мы знаем, что разбойник, который покаялся на кресте, конечно же, указал самому Спасителю, тому, кто имеет полную власть разрешать от грехов, он через некоторое время, через какие-то минуты был уже в раю с Богом. Вот важно само покаяние, важно то, что человек все-таки нашел в себе силы, смог осмыслить пройденный жизненный путь и покаяться, то есть раскаяться в своих ряках и попросить у Бога прощения. Бог непременно услышит эту покаянную молитву, этот вопль, и, конечно же, подаст свое прощение, потому что у Бога всегда есть свои особые исключения, которые он сам вправе совершить ради спасения души человеческой. Конечно же, если есть установленный порядок, порядок исповеди и разрешительной молитвы, его нужно соблюдать. Но если нет возможности выполнить это таинство как положено, то можно положиться на милость Божию в твердой вере и надежде на то, что Бог сам усмотрит тот способ, ту возможность, которой он сможет принять покаяние умирающего человека. Как соблюдать заповеди блаженства? А главное, как их понимать? Что значит «блаженный нищий духом», ибо их есть Царство Небесное, Вероника? «Блаженный нищий духом» – это первая заповедь заповедей блаженства. Этой заповедью обозначается переход или поворот души человека от греховной, суетной, откровенно нехристианской жизни к Богу. Нищета духовная, выражение, которое используется в этой заповеди, означает особое состояние осмысления своего состояния. Когда человек вдруг действительно понимает, что все, что у него есть и все, чем он обладает, понимает, кем он является, на самом деле все это есть ничто. И то, что он думал, чем он обладает, на самом деле оказывает совершенно никчемным и непригодным для Царства Небесного. Ощущение нищеты духовной означает, что человек вдруг понимает, что на самом деле он глубоко окраден сатанинской темной силой. При всем, может быть, своем внешнем лоске, респектабельности, этом блеске, на самом деле душа его пребывает в глубоко запущенном состоянии. На самом деле есть несоответствие между тем внешним благополучием, материальным, финансовым, ну там в конце концов чисто внешним, человеческим и внутренним, которым он испытывает. То есть ощущение нищеты духовной есть осознание своего пагубного состояния. А это есть отправная точка для начала всякого покаянного действия. Если мы ощущаем нищету духовную, это означает, что мы действительно уже встали на путь покаяния. Не обязательно, что мы его уже прошли сразу же. Нет, конечно же. Но главное, что мы уже повернулись к Богу лицом и готовы начать путь. Путь трудный, скобный, непростой. Но это путь к спасению. То есть нищета духовная означает то, что человек вдруг захотел Царства Небесного. И Господь обещает сразу же в этой заповеди, что те, кто осмыслят, переживут, смогут понять свою жизнь, осмыслить неправоту своих действий, им уже обещается Царство Небесное. Дорогие братья и сестры, время нашей программы подошло к своему завершению. Я желаю вам мира и благополучия. И если у вас есть желание задать вопрос священнику, вы можете это сделать через сайт телеканала сейминфо.ру. Мы ждем ваших вопросов. Божье благословение пребывает со всеми вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова